Девушки отдыхают Без шлангов бурок, а мы, видимо, встаем в Тиберде на ремонт Здарова, бродяги, с вами Томми Идет третий день нашего путешествия и мы, наконец-то, приехали на Тамбай Первые два дня мы ничего, в принципе, не снимали Практически целый день у нас занимала дорога Ну и вчера вечером мы, наконец, приехали Так уж получилось, что мы остановились прямо на территории Тибердинского заповедника Хотя вообще-то этого делать нельзя Но местный главный лесник разрешил нам остановиться у него на участке Поэтому мы прямо в нескольких километрах всего от Тамбая И здесь, конечно же, безумно красиво Время без пяти одиннадцать И мы начинаем наше восхождение к Туриему озеру и ледику Альбеку Посмотрим, сколько времени у нас это займет Подъем сюда, с точки зрения бездорожья, довольно легкий Ну, то есть ты просто едешь и едешь Но для моего убитого радиатора он стал испытанием Потому что под конец машина начала реально греться Ну и подъем здесь, надо сказать, довольно крутой и долгий В остальное время, когда мы куда-то едем, никаких трудностей мы не испытываем Посмотрим, что будет в районе Бермамыта, Джилысу и так далее Не знаю Пока все окно Радиатор, конечно, мертвый И я, честно говоря, не думал, что будет настолько жарко И, в общем, машина-то греется Не кипит, но греется Посмотрим, что будет дальше Вообще все места здесь Территория Тибердинского заповедника Поэтому следов людей, за исключением туристических маршрутов, здесь немного Глубже в долинах есть одиночные кошары Но кроме как в Тибердинском ущелье люди здесь не живут И природа не тронутая От Альплагеря до водопада идти около полутора километров Дорога несложная и весьма живописная Уже метров через 500 от лагеря открывается величественный вид на верхнюю часть долины и Алибекский ледник Водопад же не виден почти до самого конца тропы Зато, когда вы к нему подходите, открывается вся ревущая мощь горной реки Высота водопада 25 метров Кстати, еще лет 70 назад его не было Это место было накрыто ледником Мы прошли примерно две трети пути до Атурьево озера Тропа довольно сложная, на самом деле идем крайне медленно Потому что периодически приходится передвигаться на всех четырех То есть она реально такая лайтовенько скалолазная Но это не чисто туристическая Не туристическая, а не пешеходная пешая Как это я забыл слово, короче, тропа Вот Мы дошли до смотровой площадки Ну она никак не огорожена, она никак не называется Но очевидно, что она была создана, чтобы стать центровой площадкой Вид здесь, конечно, просто невероятный Сейчас немножко отдохнем И, наверное, двинемся дальше Хотя только что люди, которые ушли вперед Кричали нам назад и спрашивали А не знаете ли вы, как пройти? То есть, видимо, тропа там совсем теряется Мы не снимали тропу просто потому, что, в общем, некогда Ты все время куда-то лезешь, как-то карабкаешься, перешагиваешь, перепрыгиваешь Короче, это не лайтовая прогулочная тропа вообще не раз Не, на самом деле, до сюда же все, ну, очевидно Тропа, там маркировки есть Ну, то есть Ну, да, до сюда дойти можно Да, то есть там есть в нужных местах стрелочки на камнях Там указатель висит Но дальше, видимо, она теряется Ну, в принципе, вот можно снять, попробовать Вот здесь сейчас начало Ну, не начало, а вот этот кусочек тропы Я просто покажу, что здесь перепад высоты Он здесь только на этом участке нет Выходится постоянно вверх, высоко, это вообще красотный план Но дальше я сейчас пойду Пойду Вот меня уже долго не видно А там еще дальше вот На отрезке буквально в 20 метров Перепад еще метров 5 То есть, вообще, все круто Для тех, кто любит активный отдых, самое оно Уф! Кайф! Вы только посмотрите на это бесконечное зеленое море На эти гигантские, могучие, древние леса Это просто прекрасно Здесь очень спокойно Здесь хочется просто остаться навсегда Итак, мы вернулись Время ровно 3 часа То есть, нам понадобилось 4 часа Для того, чтобы в неспешном темпе дойти Сначала до водопада А потом до Турьево озера Но, к сожалению, по нашей великолепной забывчивости Камеры сели обе на полпути И мы ничего не сняли от Турьево озера Только водопад Поэтому вам придется поверить нам на слово, что мы там были Про еду Мы еще где-то на середине нашего пути Пути наверх Поняли, что мы хотим ездить Мы с собой ничего не взяли Мы как-то думали, ну там изи Что там? Сейчас за час туда, за час обратно Угу, конечно Не хватало, конечно, каких-нибудь орехов Или крекеров Ну, чего-то такого, что берут всегда в горы на перекус Прям не хватало Воды хватило, а вот с едой, конечно, мы лажанулись Не будьте как мы Не совершайте тех же самых ошибок Берите еду Доброе утро Мы вчера должны были ехать на озеро Туманлы-Кёль Но у нас не получилось Потому что мы не успели к кордону Зато мы узнали про еще одно очень интересное место Туда местные не ездят вообще Поедем туда Попробуем проехать Это 15 километров по дороге Как мне сказали Ну, типа лучше пешком Плюс там мост, который, может быть, уже рухнул Это ли неинтересно Ну, а потом на Туманлы-Кёль И только завтра мы попадаем на Бадугские озера Но это ладно Смотрите, где мы остановились сегодня Это площадка перед Сентинским храмом У которого мы были пару дней назад Тут тихо, спокойно Тут нет ветра Тут рядом нет текущей воды Поэтому здесь тепло И это, в принципе, выше, чем общий уровень долины Но метров так, наверное, на 200 Что, естественно, играет свою роль Здесь прям идеально Здесь не было ветра вчера Вообще здесь было очень тихо Мы когда засыпали, была такая тишина Что вот та самая тишина Когда тебе уже начинают мерещиться какие-то звуки Потому что даже птицы затихли Было где-то начало 11-го Может быть, пол-11-го вечера Тут рядом Тиберда Прям вот под нами У подножия этого и горы Но с города никакие звуки не долетали Вообще Не знаю, то ли город уснул То ли просто здесь акустика такая Вот И только коровы составляли нам компанию Сегодня вечером Они, видимо, боялись мимо нас пройти И лежали около нас в метрах в 54 штуки такие Отличная была ночка И отличное утро Вот сейчас солнце появится из-за деревьев Станет потеплее Потому что все-таки вечером Ну, прохладно Прохладно Не холодно, но градусов, наверное Двенадцать Одиннадцать Вот так вот было Вот Сейчас уже потеплее Сейчас градусов Пятнадцать Ну и выйдет солнце Будет, как обычно, все добрые Двадцать пять, а то и больше Потому что Днем жара здесь пока еще прям летняя Кайф Завтракаем И едем Это была река Муруджу Здесь сейчас ремонтируют мост Зимой Вообще здесь все реки зимой Конечно, гораздо менее полноводные А сейчас она очень красивая Живописная Ну, мы немножко помешали Наверное, ремонтным работам Наверное, и нет А сейчас мы поедем в Тиберду На те самые озера, куда никто не ездит Посмотрим, получится ли у нас туда проехать Стартуем Дороги здесь совершенно Бешеные Очень красиво Просто нереально Но довольно тяжело Хардкорно, я бы сказал Тут постоянный подъем По камням Ну, не то чтобы рок-краулинг, конечно Но, в общем, траекторию выбирать приходится Ну, и обрывы То с одной, то с другой стороны И подъем такой, что ползешь на первой передаче Вторая уже не тянет Очень серьезный есть подъем Ну, мы вот присосались к какому-то уазику Который, наверное, знает, куда ехать А может быть и нет Ну, в общем, пока едем за ним А там дальше посмотрим Пока сам не знает Мы-то едем абсолютно вслепо Вот тот дамбай, о котором, наверное, никто толком и не знает Потому что, ну, сюда почти никто и не ездит Обычно дамбай, это... Что такое дамбай? Это вот это Тибердинское ущелье и все Ну, и там, может быть, военно-скорбская дорога Еще там в стороны, чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда А вот этого действительно мало кто видел И это просто потрясает воображение Это волшебно Это безумно красивое место Бесконечно красивое Водитель Уазика оказался крайне дружелюбным местным джипером Мы сейчас останавливались на водопой Полить радиаторы Потому что у него хоть радиатор нормальный, в отличие от моего Но это Уазик И он у него, естественно, подкипает Он, говорит, четвертую машину поменял за несколько лет Потому что у всех перекреп двигатель идет Но дорога идет все время вверх Еще... Это только середина пути То есть еще километров 8 нет Ну, будем надеяться Будем надеяться Че еще разлимется Ползем потихоньку, если что, будем останавливаться, отдыхать Спешить нам некуда, времени всего час Ну и обратно, естественно, дорога будет полегче Там или иначе будет полегче Ну, а местные на буханке Ну, а местные на буханке В принципе, до этих мест можно доехать на чем-нибудь вроде Дастера Если очень осторожно выбирать маршрут продвижения На пузатерках я бы туда соваться не рискнул Но это место я однозначно могу занести в разряд обязательно к посещению Оно разительно отличается от Тибердинского ущелья Затерянный мир на самой границе населенных областей Грунтовок и колей здесь, кстати, довольно много И расходятся они во все стороны В основном, как я понял, они ведут к кошарам Но все места здесь настолько живописны Что можно ехать в любом направлении И не переставать восхищаться На второй пониженный ползем вниз Нереально крутой спуск Потом после этого будет очень тяжелый подъем, я уже чувствую Но это того стоит Достаточно посмотреть налево Я, правда, не могу этого сделать Но вы можете сделать это за меня За моей спиной вы можете видеть озеро К которому мы, собственно, и ехали Спустились мы вот с того плата Оно на высоте 3060 метров То есть озеро немножко пониже Если честно, сверху оно выглядит круче Но это не главное Самое главное, это то, что мы увидели, пока мы ехали сюда Это, конечно, просто невероятно Сейчас мы немножко отдохнем И поедем обратно Видимо, лопнул один из шлангов гура Потому что гур вытекает со скоростью Ну, то есть как влил, так и вылилось сразу Делать нечего Едем вниз Ехать далеко Даже не знаю, переживет ли это насос Если он вообще еще жив В общем, печально Радует то, что с нами бессменный УАЗик Ну, а мы, видимо, встаем в Тиберде на ремонт Потому что других вариантов просто нет Ох, вот этого я вообще не ждал Видимо, причем я понял, что это произошло В самом-самом конце, перед озером На крутом спуске Я вывернул руль Ну, и, в общем, что-то как-то почувствовал После этого тяжелее стало ехать Вот, видимо, там он и рванулся На малой скорости По камням Вывернул руль почти до упора Потому что там шпилька Ну, и сейчас я чувствую себя Водителем трактора Потому что руль держать приходится двумя руками Усилие прикладывать бешеное И, в общем, главное сейчас спуститься без проблем Там уже все будет решаемо Когда мы будем внизу Сервисы здесь есть Люди толковые здесь есть Разберемся, помогут Ну, и, видимо, где-то надо будет искать запчасти Какие бы они ни были Если это шланги То это более-менее просто Там от грузовика вообще можно Его подобрать Если это насос Тогда беда Тогда беда Тогда будем как-то, я не знаю Из Москвы отрекать Ну, в общем, интересности начинаются Не было печали Превозмогания подобного рода Обычно связаны с какими-то потерями У ребят на Кольском Дуракзаторы вытекали Шкворни, ступичные Все было А у нас вот У нас вот горы Ну, главное не терять присутствие духа Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok